Он сказал мне, «О, Хусейн, этой ночью ты откроешь Уразу вместе с нами». Имам соблюдал Уразу, потому что это был день Ашура. Тогда заплакала госпожа Зайнаб и произнесла, «О, Хусейн! О, Хусейн!» И он сказал ей, «Пожалей себя, сестра моя!» Затем встал, да будет доволен им Аллах, выстроил войска. К нему подошли юноши из ансаров, жалуясь на детей из рода пророка, алейси саляту вассалам. Они сказали, «О, имам, воистину дети Хашима встали в первый ряд, а нам оставили второй». Он сказал, «Разве вы не присягнули им, как обладателям первого ряда?» Они ответили, «Да, мы знаем, что первый ряд принадлежит им в битвах, но не сегодня». Он спросил, «Почему не сегодня?» Они ответили, «Если дети Хашима будут воевать в первом ряду, и наш враг добьется своей цели, убив их, нас оставят, потому что мы им не нужны». Нам стыдно перед Аллахом возвращаться живыми после того, как перед нами убьют детей посланника Аллаха. «Мы клянемся тебе и просим не лишать нас сегодня встречи с вашим дедушкой, вместе с вами». Имам Хусейн заплакал, видя такую преданность, при такой измене, и сказал сыновьям Хашима, «Нет вам сегодня упреки, если вы уступите им первый ряд». Стоя между рядами, он посмотрел на тех людей, которые изменили Аллаху и его посланнику. Они брятьсяли оружием и смотрели глазами, переполненными ненавистью, злобой и жестокостью. Его глаза наполнились слезами, и он облился слезами. Это заметила госпожа Зайнаб и подозвала его, «О, Хусейн, что, сестра моя, — ответил он, — она сказала, — «Что я вижу на твоем лице, брат мой? Ты что, боишься смерти? Ты же отправляешься к своему брату Хасану, к отцу Али и к матери Захра и к дедушке, пророку Али, клянусь нашими родителями, которых Аллах одарил благородством. Тебя учил и воспитал Али, сын Абуталиба». Он посмотрел на нее и сказал, «Не переживай, сестра, Хусейн не из тех, кто боится смерти. А что за печаль я вижу на твоем лице, и что за слезы ты проливаешь?» Спросила она. Он ответил, «Я посмотрел на этих людей и нашел их отправляющимися в ад за то, что убивают нас без причины». Что это значит? Это значит, что он желал, чтобы они попали в рай. Вы только посмотрите, о ком говорит имам Хусейн. Он говорит не о помощниках, он говорит о тех людях, которые пришли убить его. Они хотят его убить, а он беспокоится за них. Он сказал, «Я посмотрел на этих людей и нашел их отправляющимися в ад за то, что убивают нас без причины. Я хотел, чтобы они попали в рай. Я же наследник того, которому Аллах сказал, «Я не спаслал тебя лишь милостью для миров». Они построили войска, началось сражение. Хусейн находился в эпицентре. Враги усиливали нападение именно в сторону Хусейна и пытались добраться до его чистого тела своими мечами. Потомки пророка, саллиллаху алей вассалам, и их помощники из ансаров, видя это положение, крикнули, «Сражайтесь перед нашим господином Хусейном и не давайте возможность нашим врагам достичь его». Каждый из них приходил и просил имама Хусейна разрешения сражаться перед ним, и он давал разрешение. Первый, просивший разрешения и сражавшийся перед ним из потомков пророка, саллиллаху алей вассалам, был его старший сын Алей. Он сказал, «Разреши мне, отец мой». Хусейн разрешил ему. Он бросился биться перед ними, воспевая Широ. «Я Али, сын Хусейна, сына Али. Мы избранная семья, более достойный пророка. Нет права над нами самозванцем, и вы сегодня увидите, как я защищу своего отца». Он сражался, пока не встретил Аллаха шахидом. И посмотрел Абу Абдилля, он же сын дочери милости и наставления для миров, на своего сына, кровь которого текла по земле. Он обнял его и сказал, «О, Аллах, будь свидетелем! О, Аллах, будь свидетелем!» Его примеру следовали и сражались перед имамом Хусейном и другие храбрецы. Среди них был человек, служивший Хусейну, которого освободил Абу Дарда. Его имя, по-моему, Масрук. Он приблизился к имаму Хусейну и сказал ему, «О, Абба Абдилля, разреши мне тоже биться перед тобой». Имам ответил ему, «Тебе не нужно. Ты приблизился к нам и верно служил нам тогда, когда мы были в безопасности. Этим людям ты не нужен. Тебе не нужно воевать. Возвращайся здоровым к своей семье». Тот заплакал. Человек, вкусивший из плодов любви и близости к Ахлюббайт, заплакав, сказал, «О, Абба Абдилля, вы разрешали мне кушать из тарелок, с которых кушали вы на протяжении стольких лет. Не лишайте меня сегодня возможности встретить вашего дедушку, пророка, саллиллаху алей вассаламу, вместе с вами. Именем вашего дедушки прошу вас разрешить мне». И он разрешил ему. Его убили перед своим господином. И вы увидите завтра, как он встанет. Из детей нашего имама Хасана, которые участвовали в этой битве вместе со своим дядей, был прекрасный юноша, 14 лет. Он был самым похожим на пророка, саллиллаху алей вассалам, среди его потомков. Его лицо было подобно сияющему солнцу. Он, взяв саблю, сражался вместе с имамом Хусейном. Во время сражения кто-то отрезал ему часть обуви, и он отвлекся, чтобы завязать. И тогда подошел самый заблудший из врагов, ударил саблей по макушке, и он упал, произнося, «О, дядя!» В это время имам был окружен несколькими врагами, и он сражался с ними. Когда освободился от них, он поспешил к своему племяннику и нашел его, лежавшим на земле. Из его головы текла кровь, а ноги раскинулись по земле. Имам поднял его голову, положил ее на свое колено, поцеловал ее и сказал, «Я предпочитаю тебя своему отцу. Твоему дяде очень больно, что не смог тебя защитить. Но сегодня у нас есть уговор. Встретиться у Хавза возле твоего дедушки Мухаммада». Саллиллаху алей вассалам. Сражение обострилось, многие были уже убиты. Из потомков пророка саллиллаху алей вассалам и их помощников остался имам Хусейн и несколько его сторонников. Вместе с ним был и аббас сын Али, который нес для своего брата знамя. Он пробивался сквозь врагов до самого моря и возвращался обратно. Так же делал и имам. В шатре с женщинами была госпожа Сукайна, дочь имама Хусейна, которую родила Раббаб, самая любимая жена имама Хусейна. Всевышним Аллахом в ней были собраны такие качества, как благородство, хороший нрав, знание, ум и так далее. Как говорят, ветка не уходит далеко от своей основы. Она была самой любимой отцу и самой похожей на него. Обычно она выходила из шатра, когда слышала звук лошади имама Хусейна, чтобы успокоить отца за женщин, находящихся в шатре и для встречи с ним. Аббаса сына Али убили. Детей госпожи Зайнаб, которые участвовали в сражении, тоже убили. Убили сыновей Хусейна одного за другим, кроме Али Зайни Аль-Абедина, который болел и находился в шатре своей тети госпожи Зайнаб. Там же находился Абдулла, сын Хусейна, который плакал от сильной жажды. Имам Хусейн поднял его на руки и крикнул, «О народ, побойтесь Аллаха за этого младенца! Дайте нам глоток воды, чтобы утолить его жажду!» Один из заблудших взял и выстрелил в него из лука. Стрела попала ему в шею, и кровь залила ладони отца. Имам Хусейн посмотрел, его ладони были заполнены кровью младенца. Он поднял свои ладони, наполненные кровью, к небу и сказал, «О Аллах, будь свидетелем! О Аллах, будь свидетелем!» Затем, обратившись к тому, кто отказался дать малышу воду, он сказал, «Да усилит Аллах твою жажду! Да усилит Аллах твою жажду!» В ту же минуту тот человек начал стенать, «Дайте мне воду, напоите меня!» Он пил и пил воду, но его жажда только усиливалась. Он выпил целый бурдюк воды, а его жажда не утолялась. Его живот лопнул от воды, и он от этого скончался. Когда имам остался один, ему пришлось сражаться с утра до ночи. Его сын Али-младший выглянул из шатра, в котором лежал, и увидел своего отца одиноким. А братьев и племянников вместе с помощниками, разбитыми и разбросанными по земле. Он сказал госпоже Зайнап, «О, тетя!» Она ответила, «Я предпочту тебя своему отцу и матери, О, Али, что тебе нужно? Принеси мне саблю и посох». Она спросила, «Саблю для того, чтобы сражаться, но зачем тебе посох?» Он ответил, «Саблю, чтобы сражаться, а посох, чтобы опереться. Я не могу стоять без опоры из-за боли в ноге». Али Зайни Аль-Абедин вышел из шатра. Ему было 20 лет или чуть меньше, по разным данным алимов того времени. Волоча за собой ноги, он с трудом поднялся с помощью сабли и посоха. Тогда его увидел Абу Абдилля и сказал сестре, «О, Зайнап, верни Али в шатер, чтобы наше потомство не прекратилось на земле». Она вернула его в шатер, а наездника окружили враги. Когда он увидел, что они бьют его лошадь по передним и задним ногам, то сжалился над своей лошадью, поскольку он из десятка милостивых слез с нее и отпустил. Он стал сражаться на своих ногах. Заблудшие люди и предатели окружили его, вонзая в него свои сабли. Один достиг его бесценного плеча, другой руки, третьей ноги. Но ни один из них не хотел, чтобы он стал человеком, убившим Хусейна. Потому что они знали, какое несчастье они навлекут на себя этим поступком. Когда его раны увеличились, видя, что сильно устал, он, собрав последние силы, бросился на них и убил многих, даже прорвал оцепление. Они снова окружили его. Один из них ударил его по ноге, и лев, имам, упал на колени. Он продолжал сражаться с ними и на колени. Тогда подошел самый заблудший из них, Шаммар, сын Джавшана, крича, «Почему вы не убиваете его? Давайте убейте его! Почему не убиваете? Давайте убейте!» Он не прекращал подстрекать их, пока один из них не выступил против имама Хусейна и не ударил его по голове. Имам Хусейн упал на землю. Воистину, клянусь Аллахом, который возвысил их степень, то, что он упал на землю, это свидетельство о его наивысшей степени и свидетельство ничтожности этого мира перед Аллахом. Это час победы, для которого он вышел на поединок со злом, показывая свою преданность, справедливость и принципиальность в исполнении договора, заключенного с дедушкой, для служения этой религии. Самый заблудший из его врагов подошел к нему и отрубил голову, самую ценную в то время голову на свете. Его лошадь подошла к шатру, как она обычно подходила с наездником, и госпожа Сукайна, услышав звук подходящей лошади, радуясь, выбежала, чтобы встретить и успокоить отца. Она увидела лошадь, но на ней не было наездника. Посмотрев вокруг, увидела имама на одной стороне, а его голову на другой, она стала кричать, «О Хусейн! О Хусейн! О Хусейн! О Отец! О Отец! О Отец!» И тогда все женщины Ахлюльбайта начали кричать из шатров, «О Хусейн! О Хусейн! О наш Отец! О наш Дядя! О наш Брат! О наш Господин!» Госпожа Зайнаб вышла, плача, и вернула госпожу Сукайну в свой шатер. Враги пришли и окружили шатры, желая зайти туда, где укрылись женщины Ахлюльбайта. Тогда госпожа Зайнаб воскликнула, «Неужели среди вас нет человека, в котором осталось мужского достоинства?» «Неужели среди вас нет человека, в котором осталось мужского достоинства?» «Если нет человека, в котором осталась религиозность, арабы и до ислама считали позором заходить к женщинам, укрывшимся в шатрах». «Многие постеснялись и отошли, а некоторые из главарей зашли с акувами и отделены на Али, сына Хусейна Акувы под названием Джамиа, которые охватывают шею, предплечье, запястье и голени. С этими акувами в таком состоянии посадили, связали его на верблюде. Голову Хусейна и тех, кто был вместе с ним из Ахлюльбайта, их помощников, подняли на копья, а своих лошадей заставили топтать почтенное тело, которое было одето в рубашку своего дедушки, саллиллаху алейкум. Воистину, это вершина почета. Если бы они знали. Да, это вершина почета, если бы они знали. Женщины Ахлюльбайта и Али-младшего повели в оковах, привязанного к верблюду. Головы Хусейна, его сыновей и племянников с помощниками понесли вместе с ними. Женщины, плача окружили головы и пешком шли до города Куфа. Их повели к Язиду. Увидев их, Язид сказал, Хвала Аллаху, Который усилил нас и даровал победу над вами. Зайнаб сказала в ответ, Хвала Аллаху, Который завершил нам блага, одарив наших мужчин степенью шахидов. Он посмотрел на Али Зайни Алябедина и спросил, Кто это? Я Али, сын Хусейна, ответил он. Они люди, которые не обманывают и не скрываются даже в трудности. Я сын Хусейна, сын Али. Он сказал, убейте его. Тогда вскочила Зайнаб и прижав его к груди сказала, Убейте и меня вместе с ним или оставьте его. Зайд смотрел на них. Он был из тех, кто видел Хусейна, играющим на спине пророка, саллиллаху алей вассалам, в его комнате и на его груди. Он знал, что хозяин этой головы, которую несут на копье, перед ним сосал язык своего дедушки, посланника Аллаха, саллиллаху алей вассалам, и глотал его слюну. Он знал, что посланник Аллаха брал на руки того, чья голова отрезана и находится перед ним. Когда он плакал, сажал его на свою спину, как на лошадь. Он заплакал и сказал, «Вы навлекли на себя несчастье, убив сына дочери посланника Аллаха и короновав самозванца, и ушел, выкрикивая это». Караван Аглюльбайта отправили в Шам. Люди в Шаме были обмануты, как пытаются обмануть, и сегодня пытаясь уничтожить любовь и повиновение к Аглюльбайт в сердцах людей под разными предлогами. Говорят о запрещенности поклоняться кому-либо, кроме Аллаха, то о необходимости остерегаться нововведений, то именем Сунны Пророка, то следованием Корану. Коран не спосылался в их том к их дедушке, и Сунна является Сунной их дедушки. Людей в Дамаске обманули, что к ним идут хавариджи, над которыми Аллах даровал победу правителю правоверных. И люди вышли их встретить и проклинать, думая, что они хавариджи. Они шли сквозь ряды людей, среди них был человек, искренне любивший Аглюльбайт, из-за их чистоты и близости к пророку. Он горевал, но не мог ничем помочь, кроме тысячи динаров, которые нес с собой скрыто. Он приблизился к верблюду, на котором был Али ваковых, и сказал ему, «Я предпочитаю тебя своему отцу и матери. Я люблю вас ради Аллаха и за вашего родства с посланником Аллаха. Но сегодня у меня нет помощи, кроме этих динаров. Что прикажете с ними сделать?» Он ответил, «Да наделит Аллах тебя баракатом. Раздайте динары людям, которые несут головы моего отца, братьев и наших помощников. Отделите женщин, чтобы люди отвлеклись на головы, несмотря на наших женщин». Он так и сделал. Дальше они пошли к мечети. Оттуда вышел благородный пожилой человек, у которого были видны следы поклонения. С Кораном в руках он сказал, «Посмотрев на имам Зайна-Лабидина Хусейна, хвала Аллаху, который даровал победу правителю правоверных Язиду над вами, о Хавариджи». Имам Зайна-Лабидин посмотрел на него, им овладело сочувствие, присущее Ахлюль-Байт, и понял, что этого беднягу обманули именем Корана и Сунны, и сказал, «Что это у тебя, о дядя?» Он ответил, «Это книга Аллаха, для вас нет книги от Аллаха, о Хавариджи». Имам спросил у него, «Читал ли ты слова Аллаха, о Мухаммад? Ты скажи им, я не прошу у вас ничего, кроме дружелюбия к родне?» Он ответил, «Да». Имам сказал ему, «Мы и есть родня». Тот воскликнул, «Вы родня?» Хусейн сказал, «Да, разве не читал ты слова Аллаха?» «Воистину Аллах желает очистить вас от мерзости к Ахлюль-Байт и очистить вас истинным очищением». Тот произнес, «Да». Он сказал, «Мы и есть Ахлюль-Байт». Старик воскликнул, «Я предпочитаю вас своему отцу и матери, да проклянет Язида Аллах, да снизойдет проклятие Аллаха на Язида». Он говорил нам, что вы Хавариджи. Когда услышали мольбу и крики этого благородного старца, его убили, чтобы люди не услышали его и не узнали правды. Они дошли до крепости и их завели внутрь. Привели госпожу Зайнаб и других женщин Ахлюль-Байта в оковах, посадив перед Язидом. Он сидел на своем троне. Также привели Али в Зайнабиддина, связанного в оковах, и посадили перед ним. Когда принесли головы, лучшие на свете головы, принесли и головы Абди Абди-Ляха. Я предпочитаю его, моей голове и душе. На подносе положили перед Язидом. Он стал копьем двигать губы имама Хусейна, произнося, благородное и красивое лицо, оказывается, у него было. Тогда Аннас бин Малик, который сидел вместе с ним, воскликнул, «Убери свое копье, о Язид! Клянусь Аллахом, кроме которого нет ничего, которому следует поклоняться. Я видел, как посланник Аллаха целовал эти губы». Язид вздрогнул и поднял свое копье. Тогда Аннас встал и сказал, «Вы навлекли на себя несчастье, убив сына дочери посланника Аллаха и коронавав Язида. Помните, больше никогда вы не будете жить в счастье и благополучии». И ушел, выкрикивая это. Язид же сказал, «Думаю, что этот старик сошел с ума». Некоторые из присутствовавших увидели старшую дочь Хусейна Фатимат, названную именем дочери пророка. Один из купцов Шама не знал их историю, сказав Язиду, «Подари мне эту маленькую служанку». Знатная Фатимат вздрогнула и прижалась к тете Зайнап. Она повернулась и сказала, «Горе тебе! Она не для тебя и не для твоего господина Язида». Язид повернулся и спросил, «И для меня тоже, о Зайнап, опьяненный своей властью, не догадываясь о том, что истинной властью является то, что Всевышний вложил в сердца этих людей. Воистину то, что в сердцах этих людей это настоящая власть, потому что их власть не прерывается окончанием земной жизни, потому что их власть это неземная власть». Он спросил, «И для меня тоже, о Зайнап?» Она ответила, «Да, даже для тебя, пока ты не выйдешь из нашей религии». Он сказал, «Это твой отец и брат вышли из религии». Она ответила, «Да, из религии моего брата, отца и деда. От них узнали религию. Ты, твой отец и твой дед». Он вздрогнул и посмотрел на нее. Она продолжала, «Несчастен тот, кто изливает свою злость на женщин». Тогда он постеснялся и опустил голову. Случилось то, что случилось, и потомки посланника Аллаха вышли после всего этого в сторону Пресветлой Медины, а бесценную голову приказали понести по городам, пока не похоронили в Аскалане. Вся Медина вышла в слезах встретить Зайнап и других женщин Ахлюльбайта. С ними был и Алисин Хусейн. Когда они поселились в доме ее отца в Медине, люди собирались к ней, почитали ее и помогали ей. Глава Медины, боявшийся за себя и свою власть, написал Язиду, «В Медине нет места для меня и Зайнап. Должен остаться я или она. Я не могу контролировать себя, пока она здесь». И поступил приказ, чтобы Зайнап выслали из города. Вы представляете это? «Кого высылают и откуда? Зайнап из города ее отца и деда. И кто ее высылает? Худшие люди племени, чтобы все знали ничтожность этого мира для Всевышнего Аллаха». Она заплакала и спросила, «Меня выгоняют из города моего отца и деда?» Абдулла бин Аббас, один из великих знатоков ислама, который находился там, сказал ей, «О внучка посланника Аллаха! Переезжай в Миср! Нет тебе упрека! Воистину там есть люди, которые любят вас ради Всевышнего Аллаха из-за вашего родства».